Вчера на площади Согласия было непривычно многолюдно. Встречали ингушских спортсменов, которые возвращаются с Кубка Европы и Чемпионата мира по различным единоборствам среди клубов. И без того, не по сезону жаркий воздух стал еще раскаленнее, когда спортсмены стали выходить с автобуса. Буквально где-то 2-3 месяца назад мы получили официальное приглашение на клубный чемпионат мира по боям без правил, который проходит в Ялте. Все это время готовились к этому турниру и буквально неделю назад получили возможность выехать на этот чемпионат. Мы выехали, отучаствовали. У нас 3 золотых медали. Это Аздоев Ахмадхан весе 90 кг, боевое самбо. Это Шанхоев Башир весе 62 кг, тоже боевое самбо. И Цицкий Муслим весе 86 кг, бои без правил ММА. Стал чемпионом мира, в финале встретился с итальянцем и отправил итальянца доедать свою неостывшую спагетти. В престижном международном турнире принимали участие свыше 50 команд со всех континентов. Соревнования проходили по следующим видам единоборств. Боевое самбо, кик-джитсу, ушу-сандай, шук-боксинг, муай-тай и другие. Ингушетию на чемпионате представляли 18 спортсменов. Практически все вернулись с медалями. Ну а для Ахмеда Аздоева эти соревнования можно назвать его звездным часом. Он стал обладателем титула чемпиона мира и Европы по версии боевое самбо весовой категории до 90 кг. Аздо Амадхана было три боя. У трех человек тхабал, бомбался Амадхан. 23-1. Три человека выиграл Амадхан. Были моменты, где казалось, что все, конец, уже последние силы. Но все равно вспоминается все, проделанные дороги, деланные тренировки, нагрузки. Это все даром не должно пропасть. Вот и я взял первое место на Европе. И еще второе, да, на чемпионате мира ММА. Вся команда хорошо выступила. Я очень рада за него. И тренер тоже очень достойный, хороший. Я желаю ему и всем нашим имбургским ребятам всего хорошего достичь. И цели то, что они перед собой ставят. Победители встречали родственники, друзья, представители Минспорта и Комитета по делам молодежи. Буквально все были от души рады, что команда молодых бойцов на самых первых серьезных соревнованиях в их спортивной жизни они завоевали второе общекомандное место. Марина Зортова, Осман Ломатиев, Ахмед Гадабоша, Вести, Ингушетия.